Российский сжиженный природный газ приходит в Китай. В порту Дзянцу-Жудун встретили сразу два танкера ледового класса Арк-7. Они привезли газ с проекта Ямал-СПГ. Владимир Русанов и Эдуард Толь, так называются корабли, впервые прошли по северному морскому пути в восточном направлении без ледокольной проводки. Самую суровую ледовую часть дороги сюда преодолели всего за 9 дней. Характеристики этой серии уникальны. Газовозы способны круглогодично работать при температурах до минус 50 градусов по Цельсию. Они самостоятельно преодолевают льды толщиной более 2 метров. Свыше 340 тысяч тонн. Это первая поставка с полуострова в Поднебесную в рамках долгосрочного контракта с CNPC. Он предусматривает ежегодно перевозку 3 миллионов тонн газа в течение 20 лет. Эксперты отмечают, это очень существенный объем экспорта. Тем более речь идет о выходе на китайский рынок. В прошлом году он стал вторым по величине импортером СПГ. Впереди только Япония. И поставлять добытые на Ямале СПГ будут преимущественны в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 96 или даже более процентов газа будет поставляться по долгосрочным контрактам. При этом большую часть заберут сами акционеры проекта. Это Ватекс, НПС и Тоталь. Часть покупает Газпром. Часть покупает компания Энджи испанская. И часть еще покупает ШЭН. Это основные покупатели. Но очень важно отметить, что примерно 85-86% законтрактованных объемов имеют четкую привязку к портам поставки. И эти порты поставки расположены преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причем время поставок будет существенно короче прежнего. Ведь Северный морской путь по своей протяженности на 39% короче традиционного транспортного маршрута из Европы в Азию через Суэцкий канал. Развитие этих территорий за последние 10-15 лет как раз подразумевало, что в том числе и нефтегазовые проекты, таковыми, как является Ямал-СПГ, будут пользоваться вот этим маршрутом. Он кратчайший маршрут, который соединяет российский север, российскую Арктику с странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Все поставки с Ямала. Именно там реализуется проект Ямал-СПГ. По словам главы Минэнерго Александра Новака, всего с мощности завода отгружено уже более 3 миллионов тонн газа. Первая очередь заработала в прошлом году. Вторую, как заявил предправление Новотека Леонид Михельсон, запустят в первых неделях августа. Всего их будет 3 на полную проектную мощность, а это почти 17,5 миллионов СПГ в год. Завод выйдет уже в начале 2019-го. Но цифра может и увеличиться. Экономический эффект, уверены эксперты, будет колоссальный. Первый раз в истории корабли без сопровождения медоколов прошли по северному морскому пути. Действительно уникальная такая первая вещь в мире. Для нее можно реально гордиться. Реально сейчас Ямал-СПГ является конкурент Катаром, где самый дешевый газ. Поэтому для России, конечно, это уникальный проект. Сам проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения. Запасы газа оцениваются почти в 900 миллиардов кубометров. По расчетам экспертов, после выхода завода на проектную мощность доля России на мировом рынке СПГ увеличится с нынешних 4% до 9%. Строительство проекта оценивается почти в 27 миллиардов долларов. Больше 50% акций у Новотека. Кстати, для компании это первый завод по сжижению газа. Еще по 20% у французской Таталь и китайской CNPC. И чуть меньше 10% у фонда Шелкового пути. Кстати, компания CNPC со временем может стать партнером еще одного проекта Новотека «Арктик СПГ». Эксперты говорят о новых возможных инвестициях. Новотека «Арктик СПГ»